Перед началом первого технического обслуживания выполняются работы ежесменного технического обслуживания. После этого из топливной системы сливается отстой до появления чистой струи топлива. Потом слейте отстой из фильтра грубой очистки топлива. Дальше промывается центрифуга масляного фильтра двигателя. Для этого нужно вынуть ротор и установить его в специальное приспособление. Затем очистить от отложений все внутренние поверхности крышки ротора. Промывать крышку и ротор необходимо лишь в чистом топливе. После этого надо установить центрифугу на место и заменить разбухшие или деформированные резиновые кольца на новые. В отсутствие течей убеждаются после прогрева двигателя до температуры масла 70-75 градусов. Все в порядке. Теперь профилактика электрических машин трансмиссии. В первую очередь осмотрите щетки машин. Они должны быть сухими и чистыми, а их рабочая поверхность ровной, без сколов и трещин. Затем проверьте высоту щеток. Изношенные щетки замените. Щетки коллектора должны перемещаться в щеткодержатели свободно. Проверьте затяжку крепления щеткодержателя. Грязные замасленные коллекторы протираются техническим спиртом. После проведения профилактики все внутренние полости электрических машин трансмиссии должны быть чистыми и сухими. Работа трактора с открытыми крышками электрических машин не допускается. Следующая операция очистка аккумуляторных батарей от пыли и грязи. Недопустимы как ослабление соединения клеммных наконечников проводов с клеммами батареи, так и натяжение проводов. Затем нужно вывернуть пробки аккумуляторов и прочистить вентиляционные отверстия. После этого проверьте уровень электролита. При необходимости долейте дистиллированную воду. Наконец, реле-регулятор. Прежде всего, его также надо очистить от пыли и грязи. А теперь проверьте крепление проводов в выходных камерах и особенно крепление заземляющих проводов, соединяющих реле-регулятор с массой трактора. После этого осмотрите сварные соединения отвала и рыхлителя. Обнаруженные трещины завариваются. и завершение смажьте шарниры и подшипники бульдозерного и рыхлительного оборудования. И, наконец, проверьте готовность навесного оборудования к работе. Через каждые 500 моточасов работы бульдозера выполняется второе техническое обслуживание. Но сначала проводят работы по первому техническому обслуживанию. Второе техническое обслуживание начинается с замены масла в гидросистеме навесного оборудования. Для этого отработанное масло сливается в посуду и заливается в бак чистое масло. В картере заднего моста отработанное масло заменяется свежим. Также заменяют масло в редукторе силового генератора. Затем необходимо произвести дозаправку масла в направляющие колеса, в опорные катки и дозаправить масло в поддерживающие катки. Потом дозаправка смазки в передней и задней подшипники электрических машин. Следующая операция смазка шлицевого соединения карданных валов с редуктором привода силового генератора и тягового электродвигателя. После этого производится смазка приводов управления переднего и заднего мостиков и плиты рычага стояночного тормоза. Затем дозаправка смазки в подшипниках труб балансиров. Дозаправьте смазку в корпус подшипника предохранительной муфты. Как промыть фильтр грубой очистки топлива? Надо закрыть топливный кран, слить топливо, отсоединить стакан, а затем все это стакан, фильтрующий элемент сальник и пружину промыть в дизельном топливе. Следующая операция промывка фильтров гидропривода. Сначала нужно проверить и выбраковать разрушенные фильтрующие элементы и кольца, а затем все детали и сами корпуса промыть в дизельном топливе или керосине. Продолжение следует...